Давайте посмотрим, какие осадки дают с нитратом серебра галогениды. Фторид, хлорид, бромид и едид. Пятым добавим родонид, который ведет себя очень похоже. Видно, что с фторидом никакого осадка нет, и это не мудрено, потому что фторид серебра хорошо растворим. С хлоридом натрия образуется белый осадок хлорида серебра. С бромидом калия очень бледно-желтый осадок бромида серебра. Он несколько отличается от осадка хлорида, если они стоят рядом, но если дать одну пробирку с ним, вы никогда не скажете, хлорид это или бромид. При добавлении нитрата серебра к едиду калия выпадает желтоватый осадок едида серебра. Его желтый цвет уже вполне распознаваемый, но от бромида его можно отличить только если поставить их рядом. И, наконец, с родонидом калия тоже выпадает белый осадок, который не отличить от осадка хлорида. Выпадение осадка сульфата серебра зависит от концентрации как ионов серебра, так и сульфат ионов. У нас он выпадает, но из более разбавленных растворов может и не выпасть. Если добавлять нитрат серебра к сульфиту натрия, то вроде бы поначалу выпадает осадок. Однако, если его перемешать, осадок растворяется. Такое происходит, когда с анионом образуется не только нерастворимый осадок, но и комплекс. Комплекс образуется в избытке аниона, в данном случае сульфита. Если же сульфит разбавить и добавить побольше нитрата серебра, то тогда осадок растворяться не будет. С карбонатом выпадает белый осадок карбоната серебра, без всяких изысков. От осадка сульфита его не отличить. А вот фосфат дает с ионами серебра осадок, цвет которого отличается от остальных осадков. Он ярко-желтый. И, наконец, с гидроксидом натрия выпадает коричневый осадок. Но это не гидроксид, а оксид серебра. Гидроксида серебра не существует, потому что он легко распадается на воду и оксид. Ну и еще пять анионов. Начнем с оксалата, с которого выпадает белый осадок оксалата серебра. С сульфидом выпадает темно-коричневый осадок сульфида серебра. Если добавлять нитрат серебра к нитриту натрия, то сначала не выпадает ничего. Это связано с довольно высокой растворимостью нитрита серебра. Даже если он выпадает, при перемешивании он растворяется. Но если добавить достаточно много серебра, то осадок перестает растворяться. С дихроматом калия выпадает кроваво-красный дихромат серебра. А вот с тиосульфатом все очень интересно. В избытке тиосульфата образуется растворимый тиосульфатный комплекс. При увеличении отношения серебра к тиосульфату выпадает белый нерастворимый тиосульфат серебра. Но со временем он сначала желтеет, а потом коричневеет за счет превращения в коричневый сульфид серебра. Заодно можете посмотреть, как выглядят эти осадки на белом фоне. Вот обзор продуктов реакции нитрата серебра с различными анионами. В табличке обозначены цвета осадков. Видно, что со многими анионами нитрат серебра дает похожие осадки, белые либо бледно-желтые. Вопрос, как их различить. Можно попытаться растворить эти осадки. В частности, их растворяют в аммиаке. Аммиак образует комплексное соединение с ионами серебра. У этого равновесия довольно высокая константа, примерно 10 в седьмой. И если соль серебра достаточно растворима, то аммиак сместит равновесие ее растворения вправо. Растворимость соли характеризуется произведением растворимости. Здесь в таблице проведены отрицательные логарифмы этой величины, с ними удобнее работать. И мы можем посчитать константу равновесия растворения соли в аммиаке. В 10% растворе аммиака его концентрация составляет примерно 6 моль в литре. Анион у нас находится в избытке, их концентрацию можно принять за 0,1 моль в литре. И это позволяет нам посчитать концентрацию растворимого комплекса. Здесь опять-таки приведены логарифмы. Если логарифм больше минус 2, то есть равновесная концентрация комплекса больше 0,01 моль в литре, то можно считать, что осадок растворяется. Соответствующие значения отмечены зеленым. Давайте теперь добавлять аммиак к осадкам и смотреть, какие из них растворяются. Хлорид серебра более-менее, хотя и не сразу растворяется. Промид серебра растворяется частично. А вот едит и радонит не растворяются вовсе. Что более-менее ожидаемо из расчета. С поправкой, что мы не знаем точных концентраций реагентов. Дальше без сюрпризов. Сульфат серебра ожидаемо растворяется. Сульфид серебра в аммиаке тоже растворяется. И карбонат серебра растворяется в аммиаке. И фосфат серебра растворяется в аммиаке. И оксид серебра растворяется в аммиаке. Ну и с остальными осадками все тоже вполне ожидаемо. Оксалат в аммиаке растворяется. Сульфид серебра в аммиаке не растворяется. Вообще сульфид серебра это едва ли не самое малорастворимое соединение серебра. Нидрит серебра в аммиаке растворяется. Дихромат серебра в аммиаке тоже растворяется. При этом под действием аммиака дихромат превращается в желтый хромат. Итиосульфат серебра в аммиаке тоже растворяется. Остается только та его часть, которая превратилась в сульфид серебра. Вот обзор результатов. Растворившиеся осадки обозначены черными квадратиками. Еще одно испытание для наших осадков – это растворение их в азотной кислоте. Оно происходит за счет связывания азнионов-осадков в слабые кислоты. Слабость кислоты можно охарактеризовать ее константой ассоциации. Обозначим ее КЗ, которая рассчитывается из табличных данных как обратное произведение констант кислотности по всем ступеням. В этой табличке мы приводим логарифмы константа ассоциации слабых кислот. Для сильных кислот посчитать их невозможно. Но соли сильных кислот и не будут растворяться в азотной кислоте. Для равновесия растворения осадка в азотной кислоте можно записать свое уравнение и для него свою константу равновесия. КС, которая рассчитывается как произведение растворимости осадка, умноженное на полную константу ассоциации, КЗ. Здесь приведен расчет константы растворимости по табличным данным. А здесь результаты такого расчета, логарифмы констант растворимости. Теперь нам нужно найти равновесную концентрацию ионов серебра. Если она больше, чем 10 в минус 2 моль в литре, то осадок можно считать растворимым. Концентрацию кислотной формы HNX можно примерно принять равной исходной концентрации анионов, поскольку они у нас в избытке по сравнению с ионами серебра. И поскольку азотную кислоту мы добавляем в еще большем избытке, концентрацию ионов H+, можно примерно принять за 1 моль в литре. Реально она даже больше. Посчитанные из этой формулы равновесные концентрации ионов аргенту плюс, вернее их логарифмы, приведены в таблице. Если логарифм отмечен зеленым, значит следует ожидать растворения осадка. Если желтым, то на грани, зависит от концентрации. Если белым, то ожидаем, что осадок не растворится. Ну и давайте проверять. Хлорид серебра, соль сильной кислоты, не растворяется. Бромид серебра, соль сильной кислоты, не растворяется. Едид серебра, соль сильной кислоты, не растворяется. Иродонид серебра, соль достаточно сильной кислоты, тоже не растворяется. То есть серебряные соли сильных кислот, как и следовало ожидать, в азотной кислоте не растворяются. Точно так же в азотной кислоте не растворяется сульфат серебра. Чтобы растворился осадок сульфита серебра, мы должны добавить довольно много азотной кислоты, которая должна еще нейтрализовать избыток растворимого сульфита натрия. И вообще мы помним, что растворимость сульфита серебра в азотной кислоте находится на грани. То же самое с карбонатом. Карбонат серебра растворяется с выделением углекислого газа. Его же дает избыток карбоната натрия в растворе. Аналогично растворяется фосфат серебра. Ну и оксид серебра растворяется в азотной кислоте на правах основного оксида. Если вы помните, равновесная концентрация ионов серебра в азотной кислоте над оксалатом у нас была на грани 10-2 моль в литре. И эксперимент показывает, что в наших условиях оксалат серебра в азотной кислоте не растворяется. С сульфидом серебра происходит интересное. Он белеет под действием азотной кислоты. Скорее всего, это сульфид окисляется до серы. Причем, в первую очередь, это сульфид натрия, который находится в избытке. Нитрит серебра в азотной кислоте растворяется. Причем растворение осложняется окислительно-восстановительными реакциями с участием нитрита. А вот хромат серебра неожиданно взял и растворился. Надо будет разбираться, что мы не учли при расчетах. С тиосульфатом все сложно. Видно, что цвет меняется, то есть, видимо, тиосульфат серебра растворяется. Коричневый сульфид серебра остается. Но через некоторое время тиосерная кислота распадается с выделением серы и взвесь бледнеет. Ну и вот можно посмотреть на полную таблицу наблюдений, в которой отмечены цвета осадков после воздействий. И заодно приведены все числовые параметры, которые использовались в расчетах.